Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатываем из ангара 121Б. Почему это делаем? Потому что в магазине его выбросили на продажу за 15 косарей голды. И я не знаю, честно говоря, стоит эту машинку брать или не стоит. Вот смотрите, за 15 тысяч золота вам предлагают машину, вам предлагают легендарный камуфляж. Смотрится он действительно обалденно. Я не сильно любитель камуфляжей, потому что я за то, чтобы покупать исключительно вещи, которые улучшают ваши шансы на победу, на нагиб. Ну, в общем, на что-нибудь такое. Покупать камуфляж. Но есть какие-то легендарные камуфляжи, которые, безусловно, там вводят в заблуждение, допустим, противника, когда он смотрит на вас в прицеле. Он не понимает, может он сюда пробить или нет. То есть это цвет краски или это все-таки красная зона. Ну, в общем, такие камуфляжи еще куда не шло. Этот же действительно просто фановый и не более того. Ну, вот есть он в наборе, окей, хорошо. Аватар, я считаю, абсолютно ненужной вещью. До сих пор не понимаю, зачем они, в принципе, нужны в игре. Есть Х5 в размере 25 купонов. Согласитесь, довольно-таки прикольно, но опять-таки исключительно на 121-го. Ну, открытые все слоты дополнительного оборудования на десятку. Это действительно там по карману бьет по серебру, поэтому спасибо, что положили. Ну, и место в ангаре. Итак, ребят, давайте будем говорить так. Что хорошего в этой машине, я точно сказать не могу. Потому что я лично считаю данную покупку в свое время ошибкой молодости. Я приобрел эту машину, по-моему, в районе, по-моему, то ли за 20 тысяч голды, то ли что-то вот типа того. Врать не буду, вот серьезно, не помню. Ну, короче говоря, помню, что я как-то так вот позарился на данную машинку. Я умудрился купить ее без легендарного камуфляжа. Надел вот такой вот, мне, в принципе, хватает. Ну, короче говоря, ребят, я очень сильно пожалел о том, что я потратил деньги на данную машину. Потому что своих денег она, ну, как в моих руках, я не прочувствовал, чтобы она этого стоила. Да, то есть, когда вы покупаете какой-нибудь танчик и, играя на нем, реально кайфуете. Окей, хорошо, вопросов нет, не зря потратили голду кровную. Но данная же машинка мне такого удовольствия не доставляет. Она очень редко выезжает у меня из ангара. Вот так вот просто стоит до поры до времени, что называется. Что хотелось бы сказать. Обзор на данную машинку я уже делал. В конце видоса вот здесь вот наверху будет ссылочка на данную машинку, на обзор. Кому интересно, зайдите по ссылочке, посмотрите, разбираем ТТХ и так далее. Теперь просто забрасываемся в бой и параллельно, что хочется сказать про данный аппарат. Ребят, данная машина однозначно, вот прям 100% не для фарма. Вот для фарма она не подходит однозначно. По одной простой причине. Потому что коэффициент ее доходности составляет всего лишь 140%. И этим, ребят, все сказано. То есть, в принципе, как бы сильно, вот прям совсем сильно классно вы не отыгрывали в боях. Насколько бы много урона вы не наносили, вы все равно не вывезете на ней столько серы, чтобы почувствовать, что машина действительно обалденно фармит. Нет, фарма обалденного в этом аппарате нет. И для фарма его использовать, ну, скажем, удовольствие такое себе. Подвижность у машинки классная. Перекатывается она довольно-таки комфортненько. То есть, ты в любой момент можешь вполне спокойно развернуться, уехать в другую сторону. С места набирает скорость, ну, я бы не сказал, что самолет, но, согласитесь, нормально едет. То есть, ну, тут вопросов нет. Что касается подъема под горку, тоже абсолютно без каких-либо вопросиков. Вот она себе спокойненько едет, закатывается. То есть, захотел, повернул левее, объехал там всех, кого захотел. Короче говоря, ребят, к чему говорю? Что машинка по подвижности не вызывает абсолютно никакого смущения. На ней удобно кататься. Все в этом отношении очень комфортно. Что касается точности орудия, сейчас будем заценивать непосредственно в самом бою. По-другому, я думаю, что там смотреть на какие-то цифры, как бы, не вариант. Да, и плюс, честно говоря, заценивать танк... Ну, лучше бы ты отъехал. Заценивать танк исключительно по каким-то его ТТХ, как бы, ну, я, честно говоря, не приемлю. Потому что машинку надо заценивать непосредственно в самом замесе. Что касается брони. Броня, ну, броня, так, знаете, понятие очень растяжимое. Для кого-то броня в этом танке есть, для кого-то брони в этой машине абсолютно никакой нет. В моем случае брони нет. Может, я, конечно, как-то там сильно выпячиваюсь. Но, честно, вот, не знаю, бронированной машиной данную я назвать, ну, уж точно не смогу. Что касается позитивов по данной машинке, по, ну, как бы, скажем так, помимо того, что она очень подвижная. У нее есть огромный плюс. Это то, что она очень классно перезаряжается. Согласитесь, 6 секунд КД. Я бы сказал, что это очень комфортно. На 10 уровне однозначно. Ну что, поехали. Посмотрим, что мы там сможем сделать. Но особо, я думаю, что мы ничего не сделаем. Тех двоих товарищей я бы сам однозначно не разобрал, как бы сильно я не напрягался. Ну, а здесь, я так понимаю, в принципе, все зашло в глухой угол. Прячемся, прячемся. Жить все-таки охота. СТ-шка явно сейчас приедет к нам. Одна СТ-шка стоит, вторая явно сюда подтянется. Друг, ну дай проехать, пожалуйста, я тебя очень прошу. Спасибо. Да, немножечко очень сильно не повезло. Вот сейчас очень сильно мне повезло, потому что, честно говоря, от ИСа не схлопотать урона, это было, конечно, ну, диво-дивное, прямо скажем. Так, шансы есть, очень призрачные. Я шотный, товарищ АМХ. Славится своим крантоном, а не броней. Ну, а альфы мне явно не хватит на этого братка. Валим отсюда. Не успел. Ну, ладно, досматриваем бой, закатываемся в следующую каточку, посмотрим, может, в следующей катке получится что-нибудь получше. Да, бой закончился гораздо быстрее, чем я этого ожидал, честно говоря. Мне как-то вот хотелось, чтобы немножечко дольше бой подлился, это были бы хоть какие-то шансы. Ну, как есть, так есть. Ладно, ребят, давайте будем говорить откровенно. Каточка получилась не очень хорошая, я это понимаю, я это признаю. Но, опять-таки, справедливости ради. 2300 урона. Что смог, кто накосил. Одного товарища с горем пополам смог добрать. С первого раза, жалко, не пробил. По кредитам смотреть даже не будем. Что касается нашего места в команде по урону, то второе место. Итак, ребят, давайте запрыгивать в следующую каточку, ну и будем посмотреть на танчик в отношении того, а стоит ли его покупать за 15 тысяч золота. Я, честно говоря, не рекомендовал бы данную машину. Я понимаю, что сейчас найдутся владельцы данного аппарата, которые с ним классно справляются, неплохо нагибают и получают от него удовольствие. Но, получать удовольствие, я не спорю. Это самое главное, что есть в игре. То есть, если вы играете исключительно для того, чтобы набивать статистику и при этом вы плачете кровавыми слезами из-за того, что вы слились, то, наверное, игра это не для вас. Потому что не должна игра доставлять исключительно негативные какие-то ощущения. Соответственно, фан это самое основное, что вы должны черпать из любой игры. В частности, и из этой тоже. Но, ребят, о каком фане может идти речь, если для того, чтобы этот фан получить единицам, ребят, единицам, не всем игрокам, которые возьмут машину, а единичным экземплярам, будет получаться хватать кайф от этой машины за 15 тысяч голды. Ну, то есть, к чему говорю, можно взять за эти деньги две толковых восьмерки премиумных по 7 с половиной тысяч, пускай голые, пускай без легендарных каких-то камуфляжей там. То есть, без всей вот этой вот шелухи взять голые машины, ребят. Но на них тоже отыгрывать, еще и фармить при этом, то есть, зарабатывать серебруху, которую вам, ну, бесплатно особо никто не раздаст, а значит, ее где-то брать надо. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Что по поводу ценника в 15 тысяч голды стоит очень хорошенько задумываться. А стоит ли действительно данная машина 15 косарей золота, и действительно ли вы сможете на ней отыгрывать так, чтобы получать какое-то вот прям совсем бешеное удовольствие. Что хотелось бы отметить за себя. Я свои обзоры снимаю не для того, чтобы сделать рекламу или антирекламу. То есть, на моем канале вы не найдете поголовно все видео, посвященные тому, чтобы обхезать все товары в магазине, все идеи разработчиков там и так далее. У меня есть собственное мнение по каждому товару, по каждому аппарату, и я этим мнением делюсь. Что я думаю по поводу этой машины и как она лежит у меня в руках. Я средний игрочок, я не скилловый игрок, я не участвую в каком-то там огромном количестве турниров, я не имею суперчистую, гладкую, просто-таки шикарную статистику. То есть, ну, этого всего у меня в арсенале нет. И я показываю машины такими, какие они будут в руках ребят, которые играют приблизительно на таком же уровне, как я. То есть, ну, не будут прям постоянно нагибать, которые не будут постоянно держать средуху там в 3-4 тысячи урона и так далее. Вот для таких ребят я снимаю видео. Если такие видео вам заходят, если вы получаете удовольствие от игры, а не от статистики в игре в первую очередь, то, соответственно, подписывайтесь на мой канал и смотрите, как машинки будут играться в ваших руках. Ну и, соответственно, вы будете понимать, стоит ли вам тратить вашу кровную голду на приобретение той или иной машины. Я дело в том, что много раз покупал машины, поверив на слово именитым ютюберам, которые расхваливали аппарат и говорили, что это прям имба имбовая, что на этой машине вы сможете там нагибать в каждом бою и так далее. И вот, к сожалению, именно исходя из того, что я не являюсь скилловым игроком таким, как они, приобретая аппараты, я потом очень сильно расстраивался из-за того, что в моих конкретно руках машина не такая имбовая, как мне бы хотелось. То есть имбовостью в моих руках данный аппарат даже не пахнет. И я очень сильно расстраивался, потому что все-таки, ну согласитесь, скромная голда и скромная голда, ну и, соответственно, с ней расставаться не хочется просто так, для того, чтобы потом танчик стоял и пылился в ангаре. Короче говоря, ребят, вот так закончился второй бой, он закончился победой. Я считаю, что для победы я сделал максимум, я сделал 5 фрагов. Количество урона мы сейчас с вами заценим. 4,5 тысячи урона и 5 фрагов. Знак классности мастера получил. А теперь давайте посмотрим по серебру, что нам дали. За вот этот бой нам по сере дали 178 тысяч серебра. Это без учета прем-аккаунта. С учетом прем-аккаунта 209. Если вы не смотрели, я специально сейчас вот здесь вот добавлю ссылочку на видео, там, где я играю на Кейлере. Делаю там, если не ошибаюсь, тоже 5 фрагов. Делаю там, если я не ошибаюсь, меньшее количество урона на 8 уровне. Ну и, соответственно, посмотрите, сколько серы дали мне за бой на 8 уровне, а не на 10. Короче говоря, ребят, что вам могу сказать по поводу данного аппарата? Данный аппарат, он однозначно не для всех. И поверьте мне, далеко не все бои будут вот такие красочные, вот такие вот там нагибающие. На меня почему-то не охотились, меня не особо пытались разбирать. Как-то там тот же самый АМХ в меня даже не пытался целиться. Шеридан куда-то улетел. Да, по-моему, Шеридан это был. Короче говоря, ребят, вот такое впечатление, что обо мне в бою немножечко забыли. Гриль не сильно агрессивно против меня сыграл, да. То есть, в принципе, у них были шансы меня вынести. Я бы не сделал столько фрагов. Ну вот так сложился бой. И такие бои, да, безусловно, встречаются. Но не только на этой машине, а и на других. В целом же, я вам скажу откровенное субъективное мнение про данной машине. Для фарма она однозначно не подходит, потому что коэффициент фарма у нее 140% доходности, а этого мало для нормального фарма. По фановости, да, безусловно, машинка обладает точной пушкой, быстрым сведением, обалденной скоростью перезарядки на своем уровне. И просто-таки шикарной подвижностью, как для СТшки. Это не ЛТ, а значит, требования к ней, как к СТшке, ну, выдержаны абсолютно полностью. Здесь вопросов нет. Есть картонность и есть вопрос того, что ее быстро разбирают. Вот как только вас кинут на каток, и если рядом будет двое противников, в принципе, можете начинать молиться и надеяться на то, что с катка вы убежать сможете и куда-нибудь свилять. Вот как-то так играется 121Б в рандоме на сегодняшний день. Покупать его за 15 косых или не покупать, ребят, решать однозначно исключительно вам. Мое дело показать вам, как эта машинка играется в средних руках, без всяких приукрашений, без заливания вам в глаза и в уши по поводу того, что это имба-имбовая. Ребята, срочно бегите в магазин и покупайте. Это был абсолютно честный обзор на 121Б. Подписывайтесь на мой канал, если вы за честные обзоры без рекламы. Ну и, соответственно, возвращайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.